Всем привет, с вами АРАДИО, наша передача турнир идеологических дебатов. У нас в эфире Антон Скайд, приветствую. И Александр Сталинист. Александр скрывает свою фамилию на самом деле, поэтому мы его называем просто Сталинист. Обсуждаем мы сегодня пять тем. Называю. Идеология, коммунизм, адекватность и жизнеспособность. Советский Союз, период правления Сталина. Сам Сталин, плюс и минус его действия в решении для жителей страны. Европейская цивилизация и национал-эволюционизм. Пять тем. По каждой из пяти тем наши гости будут представлять одну из своих позиций. В зависимости от того, насколько адекватно они свою позицию будут представлять и как хорошо будут их аргументировать, я буду ставить в каждом раунде плюс одному или другому нашему гостю. По итогу будет сформировано некий счет, а в конце эфира уже, по итогам эфира, до завтрашнего дня, 19.00, у вас, слушателей, будет возможность проголосовать за одного из наших гостей. Каким образом это следует делать? Переходите по ссылке на запись эфира на нашем сайте, именно на сайте, и оставляйте комментарий. Комментарий должен быть развернутым и адекватно аргументирующим. Почему вы ставите плюс именно за этого кандидата? Аргумент должен быть уникальным, то есть не должен совпадать с теми, которые были уже ранее, и именно они будут засчитываться. По итогам ваши голоса будут прибавлены к счету, который будет сформирован по итогам эфира, и таким образом определится победитель завтра, 19.00. Итак, будем начинать. Для начала даю вам по 5 минут, для того, чтобы вы в целом озвучили свою позицию идеологическую, не связанную с конкретными темами, которые я перечислил, а просто в целом свою позицию. Антон, начнем с тебя. Просто твоя идеологическая позиция. Александр, прошу тебя микрофон выключать, пока не говоришь, чтобы не шуметь. То есть твоя деятельность приносила пользу твоему народу, нации, неважно государству, обществу, миру. То есть все полезное мы берем, все ненужное мы отсекаем. Вот и вся моя позиция. В большей степени, конечно же, нужно уделять особое внимание науке, потому что наука – это замечательное достижение человечества, которое облегчает ему жизнь, ну и делает его жизнь комфортной. То есть мы должны стремиться в первую очередь к комфорту, к материальным благам, да, и исходя из своих стремлений выстраивать нашу жизнь, чтобы всем людям на планете, на Земле жилось хорошо и комфортно, чтобы эти люди гармонично могли друг с другом существовать. А что касается того, что, допустим, ты, Михаил, меня представил, да, как правого либертарианца. Ну, по сути, взгляды, которые ты выражаешь, можно охарактеризовать именно так, скорее всего, ближе к этому. Ну, многие меня по-разному называют, у меня, в принципе, до этого нет никакого дела особого, потому что я как бы в эти игры не играю. Кто-то меня называет националибералом, кто-то называет фашистом, кто-то называет там нацистом, ну или еще как-нибудь. Мне особо до этого дела нет. Как бы сразу хочу сказать, что вы можете называть меня как угодно, вот, от этого мои убеждения, ну, нисколько не изменятся. Я сторонник здравомыслия, вот и все. Мне здесь особо нечего сказать. Есть эфир, да, на тему того же национал-аврационизма, который мы с тобой когда-то записывали. Там, в принципе, более или менее подробно все описывалось. И хочется сказать, что национал-аврационизм – это ни в коем случае не идеология, некая политическая система, да, это просто технология по улучшению жизни общества. Вот и все. Я это понятие придумал для того, чтобы под этим названием, да, пусть не громким, но понятным, объединить людей, которые мыслят со мной одинаково. Таких людей, конечно, не может быть много, но все же такие люди находятся, их становится больше со временем, что радует, и они начинают принимать участие в наших проектах. То есть начинать нужно, естественно, с себя и в дальнейшем уже пробовать находить соратников в своих регионах, в городах, там, и вместе с ними контактить и развиваться. То есть сделать акцент на науку, на атеизм, вот, на стремление комфорта. Вот и все. Я не знаю, что конкретно здесь можно сказать еще, потому что, то есть я не сторонник никаких тоталитарных режимов, то есть я не сторонник никаких идеологий, политических течений. Кто-то, вот, допустим, меня называет национал-социалистом, да, но я не национал-социалист, потому что национал-социализм — это прежде всего тоталитарный режим. То есть я против любых тоталитарных режимов. Я вообще против рамок, я за цивилизацию, я за личность, то есть человек должен прежде всего становиться личностью. И чем больше будет в обществе индивидуальности, личности, со своими какими-то особенностями, со своими способностями, тем будет краше цивилизация, тем ярче будет общество, тем лучше будет оно прогрессировать. Ну и в дальнейшем, конечно же, так как я сторонник идеи сверхчеловека, я считаю, что от сегодняшнего дома нужно уходить и делать все возможное, чтобы на физическом уровне эволюционировать с помощью длительной популяции сверхчеловека в новый ветвь эволюции, потому что находиться в амплуа сегодняшнего человека, ну это очень проблематично, потому что человек, такое существо, которое с появлением интеллекта у него нажало в себе очень много проблем, очень много заблуждений, и из этих проблем, заблуждений, морали, нравственности, да, тех ценностей, которые образовались в ходе эволюции сегодняшнего, нужно выходить, потому что они доставляют очень много хлопот, очень много недоразумений. Вот и вся моя позиция. Окей, Александр, тебе слова. По поводу твоей позиции. Ну да. Да, слышно, я озвучиваю свою идеологическую позицию. Ну вот в целом я хочу сказать, что с Антоном согласен, в том плане, что я и сам сторонник сверхчеловека, да, и считаю, что человек должен освоить свой генетический и творческий потенциал, чтобы потом уже перейти сверхчеловека. С этим я совершенно согласен, но в то же время не согласен с тем, что стремление к комфорту, это как-то вот решит эту задачу. Но это очень сомнительное утверждение. Так, в целом еще я считаю, что нереально освоить генетический потенциал человеку в условиях эксплуатации человека человеком, да. Когда человек там по 8, по 10 часов там пашет на работе, а потом, возвращаясь домой, помещается опять в такую среду, где у него там телевизор, футбол, бутылка пива и так далее, да. И из этого как бы очень трудно выйти. Если рассматривать все это в более так широком плане, то 8-часовой рабочий день, к примеру, у нас ввели в 17-м году, да, но это почти 100 лет назад. С тех пор производственные мощности человечества возросли там многократно, там, стократно, ну просто очень много, да, в общем во много раз. Но рабочий день при этом не только не уменьшился. Некоторые работают там по 12 часов сверхурочно, перерабатывают там, две смены работают, чтобы как-то свести концы с концами. И это все на самом деле из-за устаревшей модели экономики, вот этой вот либерально-рыночной, при котором один человек эксплуатирует многих. То есть, к примеру, если на предприятии производится какая-то там механизация, то есть высвобождается большое количество ручного труда, времени людей, да, то барыга, капиталист, барыга, он не станет сокращать рабочее время работникам, да, он просто отсечет лишних, уволит и все. А оставшимся он не повысит зарплату. Он также оставит их на тех же местах, с таким же окладом и с таким же рабочим временем, если не увеличит еще. И как бы всю освободившуюся прибыль он положит себе в карман. Вот. И как бы, если брать по достижениям человечества как к освобождению человечества от эксплуатации человека человеком, то в этом плане, я считаю, преуспел сталинский Советский Союз имени, ну, и именно, как известно, Сталин, он впервые в 36-м году вел 7-часовой рабочий день. Но на практике его реализовать не удавалось, в полном ходе, что им реализация. И реально 7-часовой рабочий день стал как-то выражаться именно в 50-е, когда после войны восстановились, тогда уже действительно многие заводы перешли на 7-часовой рабочий день. К 60-му году Сталин планировал уменьшить рабочий день, до 5-ти часов, ну, там, смерть, дальше такая хрущевская перестройка, которая все обломала и пустила Советский Союз под откос. Далее, что еще могу сказать о коммунизме, да? У многих с коммунизмом очень такие ассоциации маркобесявые имеются. Коммунизм, на самом деле, он предполагает собой общественную собственность на средства производства, да? То есть каждый работник должен быть вдоль того предприятия, на котором он работает, и никого наемного труда. При этом не обязательно, что это предприятие государственное. Не обязательно. При Сталине было очень много рабочих артелей, 44 тысячи, да? Это 6% ФВП, а некоторые делились 4,5 миллиона человек. И собственность этих предприятий была в руках именно рабочих, а не государства. Это гарантировалось 7-й статьей Конституции СССР в 1936-го года. Ну, Крущев в 1956 году всю эту тему покерил, запретил артели и все отобрал в пользу государства. Ну, вот и все в целом. И при этом частная собственность при коммунизме также разрешалась. Дома, квартиры, какое-то свое хозяйство – это пожалуйста. Это гарантировалось 10-й статьей Конституции СССР в 1936-го года редакции. Ну, в целом все. Ну, окей. И так вот мы, ладно, переходим в первую тему – коммунизм, адекватность, жизнеспособность. Антон, нападай. Три минуты. Хорошо. Итак, начнем с того, что ты изначально, да, Александр, согласился со мной, что ты за развитие, да, за индивидуальность, за личность, да. Но ты должен понимать, что коммунизм, в особенности сталинский режим, это тоталитарный режим, это автократия, когда вся власть находится у одного человека. Вот. А при стремлении к уравниванию невозможна личность абсолютно. То есть, когда мы делаем всех равными, это неважно в каком плане. Там, допустим, при мультикутализме, да, все равны, то есть, как люди. Там, при том же коммунизме, там, социальное равенство, еще какое-то. То есть, здесь невозможно появление личности как таковой. И здесь есть большая вероятность деградации, то есть, всего общественного механизма, в том плане, что, если привести такой простой пример, можно, к примеру, преподаватель, да, дает своим ученикам возможность, то есть, реализовать коммунизм, вот в их группе. То есть, он усредняет оценки, допустим, есть двоечники, есть пятерочники. То есть, средняя оценка будет тройка, к примеру. Пятерочники остаются недовольны, потому что они учили, они заслуживают высокой оценки. Двоечникам нормально, они ничего не делают. То есть, всех сравняли, все равны. В дальнейшем это приводит к тому, что пятерочники не будут хорошо учиться, то есть, учить уроки, да, потому что они будут знать, что оценка будет усреднена, то есть, им так и так поставят три, то есть, какой смысл делать больше. Это будет приводить к снижению общей оценки, тогда уже будет два с половиной, потом будет это два, и то есть, качество образования, качество социальной жизни, оно будет падать, как это было и в Совке. И, допустим, если ты являешься сторонником коммунизма, СССР, ты должен помнить о голоде, который был в 30-х годах, который был раньше при становлении советской власти, когда голодала абсолютно вся страна из-за... Антон, прости, я перебью, в данной теме мы сейчас касаемся самой идеологии, только конкретно практического Советского Союза в следующей теме. А, ну я понял, я просто хочу сказать к равенству, то что вот коммунисты реализовали это равенство, то есть, да, перед голодом все равны, 40 миллионов человек голодало, голодало моя область, где я живу, вот. То есть, все ходили в одинаковой одежде, одинаковый пульт, одинаковые шапки, то есть, вот оно все равенство. Образования хорошего не было, потому что, если бы в Совке было хорошее образование, люди бы не заряжали всей страной воду перед телевизором, когда там Кашпировский выступал. То есть, это, ну, как бы, вот что по поводу этого я могу тебе здесь сказать. Ну и что касается... Так. Да, все, уже время, Антон, время. Три минуты прошло, да? Да, да, Александр. Ну, во-первых, я не согласен с тем, что коммунизм это сплошь уравниловка. Так как, опять же, повторюсь, что выпуском той же одежды, как ты говоришь, одинаковые, занимались в основном не государственные предприятия, а артели. И там не было такого плана у них. Кто какую одежду хотел, такую и выпускал. И в целом месяц посмотреть, как люди одевались в СССР того времени и на Западе того времени, там у них особо отличия нету. Отличие уже пошло позже. Теперь ты говоришь про Кашпировского. Ну да, базару нет. В конце, на закате Советского Союза там уже полный звездец был, на самом деле. Я с этим не спорю. Ну, я же говорю о том, что я сторонник именно Сталинского Советского Союза. Понимаешь? А после смерти Сталина, после убийства Берии... Александр, повторюсь, я по данной теме буду засчитывать плюс только за отстаивание позиции идеологии коммунизма и за ее критику, за практические обсуждения Советского Союза. Я аргументы считать не буду. Я так понял, я подняюсь. Это следующая тема. Нападай, то я обороняюсь. Можно оборонять то, что я их все равно не считаю. Обороняй только идеологию. Ну, в общем, уравниловки там как таковой не было. Это все, конечно, лажа. И по поводу сомнительного тоже утверждения о том, что что-то там про недостаточные мотивации, то, что человек не будет мотивирован, если ему меньше платить. При Сталине не было такой уравниловки. Там ученые и академики, они получали бешеные деньги. И при этом у них была прислуга в доме. У академиков была дома прислуга. Понимаешь? Как бы не было вот такого. Вот все от ВТП-уравнилок, она пошла уже при хрущеве. Вот, в целом я об этом. Три минуты у меня прошло, я прооборонялся вроде как вдруг. Ну все, Антон. Я хочу сказать, что если говорить о науке в СССР, то изначально, как таковой науке, которая улучшала жизнь общества, ее практически не было. То есть, вся наука была направлена на ракеты. То есть, она была направлена на производство... Александр, еще раз перебьешь, минус балл будет. Она была направлена на оборонную деятельность страны. Потому что Совок боялся вторжения других государств в их страну. Он боялся, что буржуазный класс попробуют здесь восстановить. И вот что касается капитализма, я, например, сторонник капитализма. Потому что при капитализме общество развивается. И вся проблема здесь как раз-таки в отсутствии гражданского общества на территории СССР. Потому что при гражданском обществе, как это, к примеру, было в Европе, люди не шли работать за копейки. То есть, люди знали свои права, они требовали себе прав. За счет этого улучшались условия труда. А не сверху им кто-то это диктовал. То есть, если, допустим, работодатели выстраивают цену обычную, там, допустим, ты работаешь 8 часов на заводе, получаешь 10 тысяч рублей в месяц. Есть люди, которые согласны на это. Их туда никто палками не загоняет. Они идут туда работать сами. Вот суть гражданского общества и общества при тоталитарном строе, она отличается чем? То есть, в гражданском обществе люди не пойдут работать за такие копейки. Они скажут, иди ты нахрен со своим предприятием с такими ценами. А при тоталитарном строе, потому что люди, рабы, они будут идти работать за любые копейки, они будут подстраиваться под любой режим, лишь бы только вырвать свой небольшой кусок. И поэтому, кстати, люди не бунтовали, они голодали. И в Совке люди ездили в магазин в соседний город, чтобы купить себе колбасу или одежду. Потому что у них в городе никогда не было. Хотя проще было устроить бунт в своем городе. И как-то отстаивать свои права. Но просто при тоталитарном строе это невозможно, потому что люди не могут развиваться как личности. Их просто растят в пробирках для эксплуатации. Вот и весь коммунизм. По-моему, прошло три минуты. Александр? Миша, я просто не знаю, что даже сказать. Ты опять говоришь про закат Совка, когда люди ездили в соседний магазин в город, чтобы что-то купить. Это было при закате Советского Союза. Ты говоришь, что Советский Союз опасался вторжения. Я тебе более того скажу. Вторжение было во времена Гражданской войны. В Лайн-Тревенция, если ты вообще знаком как-то с темой, с историей, да? В Лайн-Тревенция 11 стран буржуазных напала на Россию. Англия напала там, Архангельскую область, да? США они высылились в Приморском крае. Там 5000 человек после них погибло. Есть фотографии, где американские войны фоткаются с мертвыми русскими, блин. Понимаешь, всего один из стран, в том числе Япония, Турция. Там, да, по-моему, Турция тоже была, могу ошибаться. Но вот просто тупо на Википедию зайти в статью про интервенцию. Это происходило, понимаешь? Вопрос не по интервенции, а вопрос по идеологии. Сколько раз говорю. Тебе конкретно раскритиковали, что уравнявка тоталитаризм не дает развитию. Давай по этой теме. Мне без разницы, в кого вторгался, короче. Я понял. Даже по той теме. У не было такой уравнявка, как ты выражаешься, при Сталине. Не было такого, чтобы грузчики и академик получают одинаково. Мы не обсуждаем Сталина. Давай по аргументу против идеологии. Хорошо, против идеологии коммунизма. При коммунизме нет уравнявки. Все, я тебе ответил. При коммунизме нет уравнявки. Нет такого понятия уравнявка. Уравнявка это уравнявка, коммунизм это коммунизм. Почему коммунизм – это тоталитаризм? Какого перепуга? Я так и не понимаю вообще. Коммунизм – это не тоталитаризм. Это разные совершенно вещи. Хорошо, Скаль, почему коммунизм – это тоталитаризм? Антон. А, ты меня спрашиваешь? Да, да, почему коммунизм – это тоталитаризм? Потому что при коммунизме всегда существует власть, то есть автократия. И все подчиняется этой власти. Возьмем тот же самый 1937 год, все эти репрессии, почему происходили? По своей понятной причине. Александру минус за перебивание. Если мы, допустим, рассмотрим все коммунистические державы, сейчас которые мировые существуют, то же самое с Северной Кореей, Китой и так далее и тому подобное. Там везде тоталитаризм, там везде есть власть, вождь, то есть это дикий вождизм. И народ обслуживает этот правящий класс. В России сейчас тот же самый совок, он никуда не делся. Просто появилась конституция на бумаге. И в годы Ельцина, когда немного либеральной ценности проникли в нашу страну, мы получили хоть какие-то небольшие улучшения. В общественную жизнь, в социальную и так далее и тому подобное. И на законодательном уровне в том числе. А что касается того, что как американцы нападали на СССР и так далее и тому подобное, есть очень много статей и фотографий в том числе, где американцы кормят голодающих русских. Где голландцы кормят голодающих русских. Потому что люди умирали просто с голоду. И что касается... У тебя я хочу спросить, сколько лет тебе? 28. Вот. И тебя могло бы сейчас не быть, если бы американцы не кормили наших дедов. Ты понимаешь? То есть, и как ты можешь говорить что-то про Сталина, когда ты не жил при нём вообще? Я напоминаю, что мы в данный момент обсуждаем идеологию коммунизма, а не Сталина. Обсуждайте по теме, пожалуйста. К Сталину потом перейдём уже. Пока по коммунизму давайте. Александр, не реагируй, пожалуйста, на аргументы, которые не касаются коммунизма. Я в данный момент вижу, что ты не оспорил тот факт. Определённые аргументы как бы скали. Пока чаша весов на его сторону, не то, что ты их не оспорил. Ясно, ясно. Тут просто я не понимаю, что оспаривать, если просто пустого утверждения. Понимаешь, идёт. Ну какое пустое утверждение? Погоди. Давай, давай, говори. Какое утверждение было не пустым? Не пустым конкретно? Речь шла о том, что экономическая модель коммунистическая направлена на то, чтобы не создавать блага для людей. И для комфортного их существования. А направлено для формирования всё производство, всё промышленное множество направлено на формирование оборонки, получается. Ты на это вообще никак не ответил. Вот смотри, хорошо. Я теперь на это отвечу, ладно. Во-первых, вся мощь коммунизма, как ты говоришь, вся экономическая мощь коммунизма, она направлена на решение необходимых проблем. На тот момент нужно было восстанавливать промышленный потенциал, осваивать, догонять и перегонять. Это действительно так. Тогда это было необходимо. И народ это понимал. Далее. Человек приводит какие-то странные аргументы, говорят, что коммунизм есть в Китае. Коммунизма нет в Китае. И не было там никогда, можно сказать. В КНДР, ну в КНДР, возможно, есть коммунизм, но я там никогда не был и не могу сказать, как там вообще люди живут. Далее, аргумент по поводу того, что если бы американцы не кормили твоих дедов... Пропускаем этот аргумент. Мы не интересны. Да, да. Это аргумент из разряда «деды воевали». Мне не нравятся такие аргументы. Не «деды воевали» – это глупый аргумент какой-то. И тебя бы не было, если бы американцы не кормили. Ну это же вообще просто шедевр. Понимаешь, да? И я напомню, что те же американцы объявили нам золотую блокаду, финансовую, торговую блокаду. И вот голод 30-х годов вызван еще по одной из тех причин, то, что нам пришлось торговать только за зерно. Именно американцы поставили нас такие... Александр, я перебиваю, Александр, секунду. Ты снова скатываешься в не те аргументы. Абсолютно. Все, я понял, понял. Ну вот хорошо. Какие еще аргументы были против конкретно коммунизма как идеологии? Ты лучше на будущее записывай, короче. Потому что я запоминаю даже. По поводу идеологии был очень важный аргумент. То, что коммунизм лишает людей мотивации работать лучше в силу уравняловки. Это раз. Я еще раз повторю. Уравняловки при коммунизме нету. Нет такого понятия, как уравняловки. А что есть? Есть общественная собственность на сейство производства, когда каждый рабочий заинтересован в том, что он в доле на этом заводе, и он работает на совесть. Понимаешь? То, что его деньги идут не ком-барыги, которые себе яхты покупают, которые яйца Фаберже покупают и там носит часы за 6 миллионов долларов, а своим рабочим платят так, чтобы для поддержки штанов. Понимаешь? Нет у человека мотивации. Вот это экспортация рабский труд. Понимаешь? Окей. По поводу экспортации людей государством при коммунистическом режиме. Почему по-твоему государство не экспортирует население при коммунистическом режиме? Опять-таки я повторюсь. Не все предприятия при коммунизме государственные. Вот при Сталине именно так и было. После Сталина уже вот этот капец начался, когда каждый работал на государстве. Понимаешь? При коммунизме вот мы скинулись с парнями, мы организовали предприятия. Более того, при Сталине выдавали кредиты под 0% вот таким вот предприятиям и со срочкой к возврату на 2 года. И при этом запрещали им... Единственный запрет был не делать цены дешевле на 10%, по-моему, чем государственные цены. Все. Единственное ограничение было. Понимаешь, да? Вот это было. Люди работали. Тут нет никого экспортации государством. Люди работают сами на себя в целом. Люди зарабатывают. Хорошо, Александр. Антон. Да. Давай, по коммунизму. Не по Сталину, не по Советскому Совету. По коммунизму, пожалуйста. Ну вот я привел самый главный аргумент. Он состоит в том, что личность не может появиться при талитарном режиме. При коммунизме тем более. Вот это основное, что сейчас осталось из того, что мы обговорили, то есть на что Александр не ответил. Если он является сторонником развития личности, то личность там не может появиться. Просто-напросто. Это в точности то же самое, как не может личность появиться при религиозном комплексе. То есть люди находятся целиком и полностью под гнетом религии. То есть где есть рамки, там невозможен прогресс. Ну, к примеру, такой прогресс, как тот же самый Европа. Александр? Ну, это опять-таки тезис его понятен. Он озвучивает тезис, но он совершенно его не обосновывает никак. Понимаешь? Да, он там говорит, что при коммунизме невозможно то-то-то. Но я тоже самое могу сказать, там, при либертарианстве невозможно то-то-то. Но я же это ничем не подкрепляю. Правильно? Правильно. Если взять либеральную рыночную экономику, что там, дофига личности что родилось у нас? Ну, я понятия не имею. Вот. Это пустого утверждения. Нельзя сказать, что при коммунизме не рождаются никакие личности. Прямо на чем это обосновывается, на чем я не понимаю. У нас какие-то исследования были на количество личностей, какие-то, я не знаю, измерения по поводу прогресса человека к движению к сверхчеловеку. Это просто оно пустое, ничем не обоснованное утверждение. Погоди, то есть ты считаешь, что при гнете идеологии возможно формирование личностей, индивидуальной, которые будут с гениями? При принятии идеологии? При государственном строе, которое направлено на формирование людей в рамках определенной идеологии. Я тебе еще раз объясню. Коммунизм, это в целом даже не идеология, елки-палки. Марксизм, да, это идеология. Вопросов нет. Марксизм это идеология. Она там навязывает по полной. Это материалистический атеизм. Это идеология. Я с этим не спорю. Но коммунизм не надо с этим мешать. Коммунизм это не марксизм. Это не знаки равенства. Понимаешь? Коммунизм это единственное, что он подразумевает. Это исключение эксплуатации человека человеком. Исключение частной собственности на средства производства. Все. Все. Вот это вот краткое понятие, вот эта фраза, вот эта вот краткая, это есть коммунизм. Хорошо, Антон. Давай как ты покритикуешь вот этот вот коммунизм? Ну то есть как бы коммунисты сторонники того все взять и поделить. То есть я не понимаю, почему у человека не должно быть яиц в Аберже, почему у него не должно быть дорогих яг. Это его право. И я считаю то, что должны быть люди очень богатые, они заслуживают этого за счет того, что они трудились, за счет того, что трудилась их семья когда-то. Например, если мы возьмем бюргерство, то же самое, да, там в Германии и в Европе, то вот многие говорят, в Африке голодают дети, а бюргер жрет себе, да, рыло нажрал, значит сидит в своем замке, пузо потирает. Но, извините, быть бюргером, это трудиться от утра и до ночи. И те вопросы, которые они решают, они куда важнее тех бытовых вопросов, которые решают там обычные бедняки. То есть я в том плане, то что он заработал это положение, заработала его семья, нужно вставать там в 6 часов утра, принимать аудиенции, следить за доходами, то есть распоряжаться, я не знаю, своими рабочими и так далее, и тому подобное. То есть как таковой, даже если сейчас мы это на современный лад, да, перенесем там бизнес, он требует огромных умственных затрат, в первую очередь, организованности и так далее, и тому подобное. И как бы человек заслуживает своего положения, если он к этому шел долгие годы. А что касается, допустим, того, опять же, как я уже говорил, да, почему вот эта разница велика, да, между тоталитарным режимом, между гражданским обществом, потому что в тоталитарном режиме гражданское общество невозможно, потому что там все люди находятся в рабском положении. То есть все должны работать на фабриках, там и так далее, и тому подобное. И неважно, за какую цену. Эту цену он означает, то есть человек, который сидит наверху, а люди не требуют, они только подстраиваются. А в гражданском обществе люди не подстраиваются, они требуют. То есть они выходят и говорят, мы будем работать на таких условиях. Человек уже принимает сам решение, сделать эти условия или нет. То есть если этих людей, заявляющих, то есть о своей цене, да, высокой мало, то он не будет этого делать. Значит, это государство, оно не настолько развито. Если таких людей много, то значит он будет повышать свою цену. И приходить к какому-то разумному решению, совместному. При коммунизме это невозможно. Александр? Так, ну, что сказать по этому поводу? Так, 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 так. Я тебя хочу сразу скорректировать, чтобы ты опять лишнюю хрень не говорил. Отвечай по первой части в аргументации. То, что вторая часть аргументации, она... Ну, я понял, не по теме она была. Ясно. По первой части аргументации, опять-таки, сейчас, у меня сейчас с головы вылетело, про что это было? Напомни-ка, друг. Записывай. Не буду говорить. Ладно. Так, там что-то опять было, по-моему, про уравнялку. А, да, 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 про яйца Фаберже и тралевали. Ну, с чего начнем? Ты как сторонник того, что нужно убирать все лишнее, как ты сам говорил, для развития общества нужно убирать все лишнее. Я тебе напомню твои же слова. Я думаю, что труд людей, сотен людей, направленные на покупку яйца Фаберже, которые ты поставишь себе у камина, это лишнее. Человеческий труд должен наполняться, отправляться на решение проблем человечества, а не на прихоть какого-то, блин, барыги. Это первое. Второе, говоря о том, что в тоталитарном обществе люди пашут за копейки. В артелях люди сами назначают себе зарплату. Понимаешь? Вот в артеле люди собрались на собрание и говорят, мы сегодня заработали, мы в этом году заработали столько-то. Что будем делать? Ага, давай мы здесь построим общежитие там или построим дом или построим там деревню на эти деньги, а вот это мы себе на зарплату отправим. Это решают люди в артеле, они барыга. и не государства. Вот это и есть коммунизм. И я понимаю, конечно, с одной стороны, почему ты вот такие аргументы используешь, потому что у тебя очень искаженные понятия о коммунизме, искаженные именно тем, что ты знаешь о коммунизме вот о последних годах, годах, вот начиная после смерти Сталина, там, Крущева, потом были годы, когда либеральная пропаганда мозги людям промывала, да? и, да, у людей такое ощущение, такое впечатление о коммунизме, что это просто стадо рабов, которыми командуют. Нет, это не так. Это абсолютно не так. Так, тебе послушать Советский Союз захочется, хорошо. Антон, давай последний аргумент по теме. Отлично. Вот сейчас Александр хорошо подметил вот насчет яиц в Аберже, то есть он сказал, то есть он сейчас решает, что человеку делать, коллекционируется в яйца или нет. То есть вот в этом как раз таки вся суть диктатуры коммунизма и заключается. Именно поэтому личность не может развиваться, то, что какие-то люди решают кому-то, что ему делать, что ему покупать и куда ему тратить свои деньги. Кажется, человек сам вправе решать, чем ему заниматься, куда свои деньги тратить. И вот именно из-за этого личность не может развиваться при том же самом коммунизме, там в любом тоталитарном сострое и при любой автократии, потому что есть люди, которые диктуют свои условия, то есть которые хотят решать за человека, как ему жить и что делать. Это не вправе делать никто, но это есть права человека и права человека это величайшее достижение цивилизации, потому что эти права человека гарантируют любому гражданину мира свою способность на самореализацию. В том числе, кстати, и на коммунизм тоже самое, законный путь. Так, Александр? Последний аргумент по теме? Нет, ну я думаю, после этих слов сейчас Янукович прослезился, да? Когда его все упрекали там за золотой батон, он там может сказать, чуваки, это мое право, мне право это дало человечество. Я могу сам решать, сколько там и куда я там за свою эксплуатацию уложил денег. Хочу, куплю себе золотой батон, хочу там, сделаю себе гараж за редких автомобилей и плевать, что они там были там заработаны на эксплуатацию, да, в целом. И вот я только про это хочу сказать, если честно. Ну, все равно. все, ладно. Окей, тему мы про коммунизм закрыли, перейдем к Советскому Союзу. По теме я никому представить не буду, потому что мне самому приходилось направлять периодически двух людей, чтобы они по теме начинали какие-то аргументы вытягивать. Поэтому давайте к Советскому Союзу перейдем, вам все равно больше нравится обсуждать именно эту часть. Так что, Антон, нападай. Сейчас мы говорим уже о самом Совке, о Сталине, да? Да, о Совке в период Сталина, не о самом Сталине, а чисто его переуправление. Хорошо. Ну, тогда я начну с того, что если ты являешься сторонником Сталина, то значит ты разделяешь вторжение Сталина в Польшу, вот, то есть на падение на другое государство, и то есть ты считаешь, что Сталин абсолютно правильно делал, когда делил Польшу с Гитлером и провоцировал тем самым конфликт в Европе, чтобы Англия с Францией напала на Германию, и он бы в тот момент благополучно смог с ними расправиться, когда они ослабли, и установить, попытаться на всем континенте европейском совок, и чтобы мы жили сейчас как в Северной Корее. первые вопросы, то есть ты разделяешь вторжение Сталина в Польшу. Саша? Александр? Алло, Александр? Вроде не отвалился. Алло, алло, я без звука был, извини. Давай, говори. Да, слышно. Вот, смотри, это все-таки сразу заметно, что человек, он практически не разбирается в истории. Понимаешь, по предмету человек не знает вообще, о чем говорит. Если брать о вторжении в Польшу, я напомню, что Гитлер, по-моему, вторжение первого сентября в Польшу, да, насколько мне известно. Напомню, в тот же день, это было в тот же день, по-моему, когда был Мюнкенский сговор, да, по-моему, ну, ладно, неважно. В общем, он вторгся в Польшу, заплатил ее большую часть. Далее, мы вторглись, как ты выражаешься, в Польшу только две недели спустя, когда польское правительство прекратилось существование, да, то есть польская государственность все, кончилось, Польши нету. Потом, конечно, спустя там пару месяцев она всплывала, это же, польское правительство всплывало в Лондоне и начало возмущаться, но это нормальное явление, да, но на тот момент польской государственности не было. И мы вошли именно на те территории, которые были частью Российской империи. В целом, мы вернули себе свои исторические земли, да, которые после развала Российской империи были там в пользу Польши отошли, да, по теме или иным причинам. Мы вернули свое, и то, мы дождались пока действительно Польша как таковой не станет существовать, ее не стало существовать. Вот и все. Я считаю, все было сделано правильно и справедливо. Этим самым мы отодвинули границу еще дальше от Москвы. Но в целом, что еще по этой теме сказать? А вот эти вот бла-бла-бла, чтобы потом Франция и Англия напали на Германию, чтобы там спровоцировать все это, да, это просто, конечно, контраргументов на самом деле не стоит. Вот. Так как аргументов не было в пользу этого тезиса, опять повторюсь, озвучиваешь тезис в данном случае, что, возможно, он хотел именно сделать так, но ты не подкрепил его аргументами, поэтому контраргументы этого не заслуживают. Но все в целом. Хорошо. Совместный парад СССР, да, с войсками Гитлера, который проводился в Бресте, насколько я знаю. Не в Бресте, не в Бресте, это в другом месте было. Я точно не помню, но это точно был не Брест, но был такой парад. И он даже, знаешь, его парадом-то можно, парадом-то можно назвать натяжкой. Действительно, они там ходили вместе с форумом, встретились, поздоровались. Но это нормальное явление, вся Европа ручковалась с товарищем Гитлером. Понимаешь, это не только мы. У всей Европы был практически пакт на нападение с ними. В Европе, а Гитлеру в 1933 году, это единственный случай в истории, разрешили провести летние и зимние Олимпийские игры в один год. Больше такого никогда не было. Товарищ Гитлер был на обложке журнала Times, насколько я знаю. Это был такой вообще чувак, за которого все болели. Там капитала много было американского в предприятиях США. в предприятиях Рейха. То есть, это было нормально. Я не понимаю, почему именно придирчивое отношение к товарищу Сталину, когда все дружили с товарищем Гитлером. Потому что мы сейчас говорим про Савок. Понимаешь, мы говорим про СССР, но Сталина. И то есть, Советский Союз вторгся в Польшу. И он ее поделил. Антон, снова озвучу тему, как она правильно полностью называется. Советский Союз в период правления Сталина плюсы и минусы для народа Советского Союза в этот период. Все, все, понял. Ждем, ждем. Ждем аргументы. Вот именно по этой теме, пожалуйста. Хорошо, то есть, ладно, войну пропускаем, да? Войну в следующей теме, пожалуйста, озвучу, там будем личность, решение Сталина обсуждать. Пока сам Советский Союз, жизнь народа в Советском Союзе. Хорошо. Ну, конечно же, это голод, которого я уже касался, в первую очередь. Вот, из-за, который произошел как раз-таки из-за некомпетентности, да, советского руководства. Как это объяснить, когда СССР является великой, замечательной страной, да, но почему-то 40 миллионов человек, по официальным данным, голодал. Это, что касается этого момента. И следующий момент, это сталинские репрессии, то есть, 37-й год замечательный, когда всех несогласных отправляли в ссылки в лагеря. И к тому же, если говорить, да, опять же, об уровне образования и так далее, и тому подобное, может, кстати, Александр поэтому так разговаривает вот в такой момент, как бы 70% населения СССР, оно прошло через тюрьмы, через лагеря. Как это можно называть замечательной страной, хорошим государством? Вот что касается голода и репрессий, вот меня такие вопросы интересуют. Миш, Миш, сколько мне дашь времени? Вопрос достаточно широкий, я могу его... Три минуты отвечаю, все время прошло. Ладно, три минуты. Начнем с того, с моей манеры разговаривать. Все как раз таки разговаривают так, не потому, что я в Советском Советском Союзе, а как раз таки потому, что я рост либеральных ваших 90-х, и оттуда у меня осталась такая манера разговаривать. Далее, если говорить о голоде 30-х годов, я напомню, вот понимаешь, нужно озвучивать именно много цифр, поэтому я напомню, что то, что в Российской Империи, я чуть-чуть сделаю предысторию, было 90 миллионов крестьян, из них у 30 миллионов не было лошади, у 35 миллионов была одна лошадь на семью, это 65 миллионов голодающих людей. Вот. Далее, при этом валовый продукт хлеба было 5,5 миллиардов тонн, это не, 5 миллиардов тонн, это был рекорд в 13-м году, был высокий урожай, больше такого никогда не было. В СССР в 26-м году было 4,8 миллиарда тонн, но при этом практически не было товарного хлеба. Почему? Потому что товарный хлеб он отседал внутри страны, народ стал питаться лучше. Понимаешь, да, если раньше часть хлеба продавала там помещик или еще человеку приходилось работать на помещика, то теперь была вот такая ситуация, и хлеба не было какового, товарного на продажу. При этом, при всем при этом, опять-таки повторюсь, страны запада объявили против нас торговую блокаду, золотую блокаду, и в начале 30-х они даже перестали у нас покупать вообще любое сырье, кроме пшеницы. Это было сделано целенаправленно, специально, вот этими санкциями задушить, чтобы нас, понимаешь? И в то же время мы должны были проводить индустриализацию, так как мы отставали от других стран очень сильно. И поэтому очень много зерна уходило на экспорт. И как бы расчет был на то, что мы соберем урожай, и все наладится. В целом, это был риск, да, но именно вот в эти годы, 31-32, произошла просто страшная засуха. Два года подряд она шла, в целом, каждое лето, да, и страны запада видят, все равно отказывались продавать нам зерно за золото, они нас морили голодом. Персия в какой-то момент она согласилась за какие-то там бешеным суммам продать нам зерно, но мы опять-таки не успели, пока мы там оттослали им золото, пока они выстрели там поезда, ну там уже, в общем-то, последствия были жесткие. Это опять-таки, можно сказать, такая блокада СССР была со всех сторон, поэтому произошел голод. Далее, если человек говорит о репрессиях 37-39 года, а это чуши, чуши собачьи, что в стране пересидело 70% населения. Это полная вообще чушь. Откуда эти цифры? Откуда они с потолка просто взяты, понимаешь? Фактически, по официальным данным... Александр, время. Ну все, извини, извини, ладно, друг, не успел. Слишком шокая тема. Антон. Да, хорошо. Что касается насчет блокады, да, как таковой, и несотрудничества Запада СССР, понятное дело, почему он не хотел сотрудничать с этим кровавым режимом, вот это что касается первого. А что касается второго, это то, что было много миссий достаточно, когда эти западные государства, которых так ненавидит Россия, кормило эту самую Россию. И если, допустим, мы возьмем голод тех годов, которые предшествовали до возникновения СССР, да, там был голод, но там столько людей не погибало. А при новой власти, при замечательной советской власти, погибло очень много людей. Причем этот голод унес там жизней, насколько я знаю, больше 10 миллионов человек. Это достаточно серьезная цифра. Вот, и все это произошло из-за того, что люди неправильно распоряжались своими ресурсами, в том числе тратя огромное количество сил на оборону от Запада, который так кормил Россию. И, наверное, здесь нужно, чтобы Александр поконкретнее сказал насчет репрессий. Потому что, к примеру, если, допустим, касаться лично меня и моей семьи, то я... Деда воевали. А? Ничего, ничего, я говорю, аргументы разряда деда воевали. Да, то есть деды попадали в ссылки за то, что они на истории КПСС что-то говорили не по делу. И просто пропадали. Что касается, к примеру, отношения советской власти к своим же подданным, то у меня родственники подсовской линии, несмотря на то, что они находились в партии, да, были сторонниками коммунизма, тоже вдруг все бесследно пропали. как раз-таки в те замечательные времена, когда правил стали. Александр? Ну вот, смотри, что я тебе скажу, хочу сказать сразу по поводу родственников туда-сюда. Но это я могу сейчас расчесывать про родственников космонавтов, а я как бы это не могу никак доказать, никак аргументировать. Про 10 миллионов погибших с голода, ну это чушь. У нас единственный момент, когда был откат при росте населения, то есть обыль населения, она произошла в 33-м году, да, это из-за голода. Был небольшой вот вниз, как бы, пошла шкала в приросте населения, но ничего. Потом все выведешь. Цифры проведу, ну, самые такие страшные цифры, о которых я слышал, да, это было 2 миллиона человек. Это страшное число людей, но тем не менее, да, это случилось. Я повторюсь, за 90-е годы, за 90-е годы погибло больше народу. А вообще, если так считать по официальным цифрам, да, не, ну, вот так вот вообще, не либеральным, то гибель была где-то около 100 тысяч человек за три года. Более 100 тысяч человек от голода умрала за три года, с 31 по 33. Ну, 31, 32, 33, да. Вот, я напомню, что с 92 по 95 тоже за три года вот от таких же обрушения условий жизни умерло 800 тысяч человек. Понимаешь, разницу чувствуешь, да, на самом деле, какие масштабы. Далее, говорит о репрессиях, опять-таки, ничего, никаких аргументов не привел. Опять-таки, по официальным данным, 648 тысяч человек было расстреляно в период с 2023 до 25 по 53 года. Из них половина была расстреляна как раз-таки в 1937-1939, да. И опять-таки, нельзя утверждать, что это вот товарищ Сталин там, да, сидел там, на эти тысячи человек писал заявление. Понимаешь, это опять-таки была такая борьба с раткистского блока, сталинского блока, да, и в результате внутри этой партийной борьбы гибли люди. Вот и все. А полновласть, как таково, к Сталину пришла в 1939 году только, если об этом говорить прямо. Ну, в целом, что еще по этому поводу? Сказать, вот и все репрессии. То есть, погоди, ты хочешь сказать, что репрессии не касается периода управления Сталина, потому что его период управления начинается в 1939-м. нет, я такого не утверждаю. Я говорю о том, что репрессии были именно в этом году, они вот в этот период, с 1937-го по 1939-й, они исходили не от Сталина, как бы не от сталинской верхушки. Сталин же не показывал, вот ты этого расстрелять, этого расстрелять, расстрелять, этого расстрелять, понимаешь? Дело же как происходит. Приходит человек, пишет заявление, что такой-то, такой-то человек занимается тем-то, тем-то, да? Потом идет проверка, выявляются деятели, которые это подтверждают, все, что ничего не попишут, человек едет в лагерь, да? Более того, напомню, что в 1937-м сняли Ягоду, в 1939-м сняли Ежова за эти репрессии, потом пришел Берия, и первое, что он сделал, он закрыл Соловецкий лагерь, да, особого назначения, печально известные Соловки, и... Время, время, время. Антон, все. Да, итак, начну с того, что большинство всех законов и указаний подписывал Сталин, потому что при Савке была автократия, вот, и что касается, например, аргумента по поводу, да, этих тысячных репрессий, вот, есть такая, в общем, вещь, как мемориал, и, значит, мемориал раскрыл сейчас около 40 тысяч справок по кадровому составу НКВД, то есть, там кадровый состав сотрудников органов государственной безопасности СССР, с 35-го по 39-й год. То есть, все это есть исторически, то есть, найдено, подтверждено, сейчас это широко обсуждается, вот, эта работа проводилась около 15-ти лет, чтобы все это сверить по документам и так далее, и тому подобное. То есть, это все можно найти, что касается репрессий, есть цифры конкретные, то есть, и все это задокументировано, потому что сейчас мы как раз живем в Савке. Ну, если говорить еще о Советском Союзе, то мне интересно, а, мы сейчас говорим чисто про Сталина, да? Сталинский предуправление. пока, наверное, мне больше нечего сказать, потому что мы уже проговорили в принципе, Александр на все ответил основное, что я хотел узнать. Последний аргумент по теме, ну, последний ответ Александр по теме. Так, ну, по поводу общества, мемориал, и его там справа к кадровому составу НКВД, вообще не вижу, чего там такого, кадровый состав НКВД, ну, видимо, там кто работает в НКВД, я понятия не имею, что там может интересовать вообще. Далее, если говорить о мемориале, это абсолютно ангажировано общество, достаточно посмотреть. На Википедии, по-моему, даже есть материал в плане источников финансирования, и там мы увидим, что практически все абсолютно источники финансирования, это западные фонды, в основном это США, Канада, потом, по-моему, Финлянде шла, а я одно время интересовался. Я поинтересовался потому, что я читал историю Архипелага Булага, и там не Архипелага Булага, историю Третьица Беломор Балтийского канала, и там была посылка на книгу, которая была напечатана мемориалом. Я так потихонечку посылки прошел, и там источники финансирования, я увидел, кем финансируется мемориал, это абсолютно ангажированная организация, финансирующая западные фонды. Так, что еще сказать? Но, опять-таки, что было услышано? Услышано, как всегда, это якобы голод с завышенными цифрами, и якобы мега-репрессии. Да, репрессии были, не спорю, но цифры завышаются многократно. И среди репрессированных были и те, кого действительно репрессировали и заделываются. Все. Окей, ладно, закрываю тему. И тоже следующим образом, ни голод, ни репрессии нельзя назвать неким благом для народа, явно. Ну, всем понятно, я думаю, что и голод, и репрессии это все-таки плохо для народа, и поскольку в Сталинске передправления не были, и Александр с этим согласился и просто сказал, что там цифры завышены, ну и хрен с ним, ну подумаешь, там тысячи больше, тысячи меньше убили, как бы. Не говорит о том, что Сталинске передправление сделал какую-то благу народу. Поэтому я плюс здесь ставлю однозначен скальду. Миш, Миш, можно? И перехожу, и последний раз предупреждаю, Александр, что у тебя уже один минус есть, я могу еще второй добавить, третий за перебивание. Миша ставь минус, я просто вопрос, понимаешь, только по ходу темы, ставлю, ставь, по ходу темы, у меня не было возможности каких-то аргументов сказать в пользу. Ты давал мне три минуты на то, чтобы я отбил аргумент человека от своим контраргументом. Если бы ты меньше слов паразитов использовал и говорил по делу и четко, то успел бы. Все, за три минуты можно рассказать о пользе. Да, все, извини, братцы. Хорошо. Переходим к следующей тени. Сталин, его решения, их польза и вред для народа, который жил в той стране, самой той советской стране. И тут уже, давай, Александр, первым ты начинай. Думаю, захочешь говорить о пользе. Так, говорить о пользе его решений. Ну, опять-таки, если брать промышленность, да, поднимали промышленность тяжело, но если учесть, что у нас нифига не было в стране, то промышленность была поднята буквально из пыли, можно сказать, да, при том, что некто Катасонов, он подсчитывая объемы промышленности, он сделал эквивалент, что если перевести на золото, промышленности было поднято на 9 миллионов тонн золота, да, в общей сложности, это благодаря мобилизационной экономике Сталина, да, и даже когда против нас была блокада технологическая, блокнада там, торговая, блокада там, какая только не была, да, под условием санкции, мы смогли построить это, за счет чего, за то, что, за счет того, что Сталин принял решение брать на работу американских специалистов, да, западных, они приезжали и первую пятилетку, ну, первую половину первой пятилетки строили в основном американские специалисты наши заводы, так, ну, далее, что еще сказать по теме, ну, да, как говорится, вот банальная фраза, то, что принял страну Сахой и оставил с атомной бомбой, это опять-таки тоже наша, ну, победа в Второй мировой войне, конечно, сейчас последует там, потому что, о, там трупами закидали, но это ладно, ну, вот, тем не менее, победа, атомная бомба, промышленность, образование, это в условиях того, что он дважды поднимал страну из пепла, само собой, можно говорить, что его решения были неадекватны, если бы он там развивался в какой-то там невесомости, да, но он развивался в жестких условиях санкций, противостояния, войны, но тем не менее, Советский Союз к 53-му году был, если не первый сверхдержавы, то второй точно, но все в целом, и прирост населения, несмотря на войну, был там порядка 20 миллионов за период правления Сталина, вот. Окей, Антон. Антон. Да, я там отключался, и это, что там было? Нормальный эфир. Ниша, нормальный эфир. Напомни ему. Антон, я предлагаю тебе аргументировать все-таки. Антон, ты могу подобрести, что отключаешься, я бы дал паузу какую-то, но тут, как бы такой ход не проканает у нас, как бы, я таких поблажек не даю на таком формате. У меня интернет пропал, понимаешь? Интернет пропадал. Американцы отрубили интернет. По моим логам ты не выпадал. Вот смотри, я сейчас в сети вешу 2 минуты 43 секунды. То есть, вот то, что до этого было, вот как раз-таки, когда он стал объяснять, после, когда я закончил, где-то 2 минуты прошло, я пропал. Ладно, хорошо, я тогда... То есть, ты можешь нам что-то говорил, я просто вот к чему веду. Он объяснил то, что Сталин дал атомную бомбу, образование, поднял 2 раза страну из пепла, промышленность наводил, и всё в жёстких условиях, несмотря на это. Поэтому он молодец. Вот. Отвечай. Я должен сейчас что ответить? Почему он не молодец, почему Сталин плохой? Почему его решения принесли вред жителям Советского Союза? Ну, хорошо, мы сейчас опять вернёмся к тому же самому, с чего всё и начиналось, с того, что вместо того, чтобы действительно давать хорошее образование людям, вот, права человека в своей стране, реализовывать, он занимался изобретением атомной бомбы. То есть, вот в этом плохо. Он вторгся в соседнее государство, и наплевать, когда он вторгся туда, спустя 2 недели, спустя 1 неделю, месяц, неважно, он вторгся. То есть, он напал на другое государство. Я не сторонник эмпериализма нисколько. И я прекрасно понимаю, судя по тому, что сейчас происходит в той же самой Украине, то есть, я прекрасно понимаю весь страх этой войны и весь ужас этого. Когда, имея голову на плечах, гораздо разумнее жить в мире, где люди сотрудничают друг с другом. Но нужно понимать, что тоталитаризм, да, это литарный строй. Он никак не может сотрудничать с государством в плане влиться, да, в цивилизацию. Вот. Потому что, если то же самое совок автократии любая будет проникать в западное общество, то западное общество превратится в такую же диктатуру. И там не будет ни прав человека, не будет хороших изобретений, которыми, кстати, мы сейчас все пользуемся. Потому что, если бы не запад, да, бездуховный, то у нас бы не было сейчас ни компьютеров, ни телефонов, и мы бы не могли сейчас эфир здесь вести. Вот. То есть, что, вот это, что касается именно момента, да, Сталина. Ну и, конечно же, сама Вторая мировая война. Как он распоряжался своими силами, то есть, сколько людей погибло. Не хочется говорить про те же самые, заградительные отряды, потому что это заезженные темы, что здесь и так всем все прекрасно ясно. Вот. Но во благо советской власти, значит, люди должны были жертвовать своими жизнями, а ради чего? Окей, я такое сейчас подкину еще из чата аргумент. А товарищ сталинист в курсе, что при Сталине вводилось платное образование? Ну, все, и отвечай давай, Александр. Александр, что тоже если все отвалилось? Все нормально, я просто забываю безучном убирать. Товарищ филинист говорит, что это полная чушь собачьи про платное образование, просто высосанное из пальца и выдуманное херня. Я тоже самому могу сказать, а ты в курсе, что там в США ели людей и все? То есть, понимаешь, такая же бессилочная бессилочная абсолютное утверждение. Далее, но раз уж мы начали говорить про войну, про войну, давайте начнем с заезженных заградотрядов. Напомню, что заградотряды СССР ввел в 42-м году в конце лета. Товарищ Гитлер заградотряд вел в декабре 41-го года. Если кто не знал, в либеральном обществе не принято говорить, что в Рейхе тоже были заградотряды они были введены раньше. Далее, если почитать мемуары того же Манштейна, по-моему, называется утраченные победы, там мемуары Ото Скорцвини, да тупо Восточный фронт Паула Карли, да, вот если бы вы хоть что-то прочитали из этого, вы бы прекрасно понимали, что к тому моменту, когда Гитлер дошел до Москвы, у него были там вообще кошмарные потери. Только 20% дивизии было укомплектовано танками. К тому моменту Рейх потерял каждого четвертого солдата, 25% армии они потеряли, 3800 там с чем-то из самолетов было сбито, понимаешь? И поэтому уже зимой 41-го, когда там они окончательным дали люлей, они уже начали откатывать назад. Даже западные историки говорят, что во всей Второй мировой войне, не только Великой Отечественной, вот начиная с 39-го года, во всей Второй мировой войне переломом была именно битва под Москвой. Потому что вся Европа она тупо драпала, 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 драпала. Да, базару нет, была катастрофа там лета 41-го года. Да, можно сказать, что какие-то решения Сталина на это повлияли, но это опять-таки в 3 минуты все это не уложится. Не смогу за 3 минуты все это объяснить. Но тем не менее, практика показывает именно то, что несмотря на ошибки на окружение советский народ сопротивлялся и там сдавались когда боеприпасы кончались. Ну вот. Или вот элементарно почитайте. Хорошо, пока время не закончилось еще. В 1940 году высшее постановление СНК СССР об установлении платности обучения старшего класса средней школы высшего учебного заведения СССР и об изменении порядка назначенных стипендий. Чувак, пожалуйста, смотри, я тебе как скажу. У меня сейчас нету интернета по-другому, тебе проще, ты можешь проверить, прочитать все это. Сейчас я впервые слышу об этом постановлении о платности образования. Возможно, было какое-то подобное постановление, которое сейчас по-своему переворачивают. Понимаешь, да? Викитека показывает, что такое постановление было. Я на тебе прочитаю вообще что за постановление. Я по этому пойду вообще нет, ты смотри, ты название, давай, постановление. Хорошо, восстановить для учащихся 8-9-10 классов средней школы следующая размер оплаты за обучение. В школах Москвы, Ленинград, а также столичных городов Союзных Республик 200 рублей в год. Во всех остальных, а также в селах 150 рублей в год. Напоминаю, что 100 рублей в месяц была средняя зарплата. Там, наверное, в конце совка, в начале совка зарплата была еще и меньше. Оказана плата за обучение 8-9 классов средней школы, распространить научащихся техникум педагогических училий, сельскохозяйственных и других специальных средних заведений. Ну и так далее. Короче, там просто тарифы перечисляются, кто сколько платил. Но в целом, например, в художественных и театральных и музыкальных заведениях 500 рублей в год, в высших учебных заведениях Москвы и Ленинграда 400 рублей в год, ну и так далее. Отменились они только при так называемом кукурузнике, то есть при Сталине они существовали. Да, начнем с того, что ты опять-таки путаешь. С того момента, когда приходило правило Сталин, была деноминация как минимум однажды в 61-м году убрали целый ноль. Зарплаты при Сталине были там все-таки в тысячах рублей они измерялись. Там немного другая система была. Кукурузники вели именно деноминацию. Так что, возможно, не такая страшная сумма была 100 рублей в год. Я как бы больше про это постановление ничего сказать не могу, так как я его толком не изучал. Понимаешь, если бы я его изучил, я бы, может, что-нибудь ответил тебе. Ну окей, хорошо, тебя из чата пока сделали немножко. Антон, последний аргумент по теме. Да, да, я здесь. Так, насчет войны, да, начнем с того, что, во-первых, ну, как я уже сказал, Советский Союз завалил трупами Германию, то есть трупов было в 10 раз больше. И это несмотря на размеры Германии, на размеры России. Ну ладно, это как бы мы немного оставим, но хочется сказать о том, что Гитлер нас тоже здесь сильно не интересует, и то есть не стоит приводить сюда какие-то доводы, что там Гитлер вводил, потому что при Гитлере как раз таки не было никакого свободного общества, приностранном социализме, там был блюдо-телитаризм. Просто он был основан на немного других идеях. И то есть если сравнивать Совок и сравнивать социалистическую Германию, то в принципе, что касается именно строя, между ними такой сильной разницы не существует. И кстати, именно поэтому Совки называли немцев фашистами, а не нацистами и национал-социалистами, потому что у советского человека возникло бы противоречие в голове, что мы социалисты, а не социалисты, с какого-то перепугу нам боевать не будут. Это все тоже уловки пропаганды, но хочется сказать, что Сталин во время нападения Гитлером на СССР, он стянул войска границу, но он был разбит. Гитлер прошагал достаточно быстро до Москвы, и в дальнейшем люди пересилили себя советские и пошли на вступление. Но как это было? Само отношение к человеку не ценилось вообще в Советском Союзе, как на заводе, так и на войне. То есть в этом, конечно же, огромная трагедия Совка, что здесь человек, он не имеет никакой цены, его можно спокойно убить, его можно послать как скот, то есть на передовую, когда у него нет даже оружия. Когда большинство людей, воевавших в то время, это люди из штрафбатов тем же самым, потому что у нас полстраны сидело в тюрьме. И если взять, сравнивать опять же с Германией, так как ты начинаешь эти сравнения приводить, то немецкие солдаты, они имели с собой все условия, у них даже проблемы возникали с передвижением из-за того, потому что они везли с собой мебель, они везли с собой всякие, в общем, домашний утварь, музыку, пятая, десятая, чтобы у них... Антон, время, и у меня дополнительный вопрос, а что скажешь по поводу аргументов касаемо промышленности и атомной бомбы? Ты меня сейчас говоришь? Да, да, тебе, потому что за Сталина были эти аргументы, я просто контраргументов к этому так и не услышал. Ну, насчет промышленности, я хочу сказать, то, что, если мы посмотрим на то, в каком состоянии общество вообще находилось, то, что у них не было абсолютно ничего, кроме телевизора, то, что им нужно было ходить, звонить уже в дальнейшем, обязательно в таксофон, то есть, не было ничего, ни телефонов, если, опять же, приводить какие-то доводы, аргументы, это все можно найти. допустим, я, как человек, взрослый, общаюсь со взрослыми людьми, я очень много знаю людей, которые родились практически на улице при совке, которые достаточно взрослые, достаточно взрослые люди, это не какие-то там малолетки или еще кто-то, которые мне постоянно приводили хороший аргумент, что дома у людей просто ничего нет, просто матрас невозможно купить. Хорошо, спасибо, Антон. Подожди, я еще чуть-чуть. У тебя уже время просто. Поэтому, Александр, последний аргумент по теме? Вот, смотри, так, ну, во-первых, мой оппонент, судя по всему, вообще не разбирается в истории, когда он сравнивает, в этой войне сравнивает территорию СССР и территорию Германии. Человек, походу, не в курсе, что на нас напало, там, по-моему, около 14 стран, на самом деле. Болгария, Румыния, Словакия, там, сама Германия, там, была также испанская дивизия, Финляндия, перечислять можно долго, вот эти 14 стран на нас напали, понимаешь? Общая численность населения этих 14 стран была 400 миллионов человек, против наших, там, 200 с лишним, понимаешь? Поэтому нашим приходилось работать там вдвое дольше. Это первое, вот, что я хотел сказать, конечно. Далее, далее, про то, что соотношение 1 к 10, якобы, тоже высосанное из пальца. На самом деле, да, наших погибло больше, соотношение, в общем, на каждом, на каждые 10 убитых немцев было 13 убитых вот советских граждан, да, то есть советских солдат. То есть, да, они как бы поубивали солдат больше. С этим не поспоришь, ну, а много или мало, конечно, уже там, война есть война. Так, ну, вот эти вот, конечно, чушь, что там, матрас негде достать, люди там на улицах раздались, но это, ну, я не знаю даже, как на это надо отвечать. Так, ну, что еще там у него было-то фактически? Фактически, тут дело, по-моему, имеется просто, с тем, что человек просто литературу не изучал по этой теме, он опять-таки говорит, мне там говорили мои взрослые люди, говорили то-то, 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 ну, ты возьми, почитай, я не знаю, в конце концов, читать же тоже надо, не только там, со слов людей что-то узнавать, а потом передавать, утверждать, елки-палки, и вот это такие же аргументы. Александр, сошлись давай на что-нибудь, на какую-то литературу, которую ты читал, которая опровергает. Так, ну, опять-таки, если обратиться к немецкой литературе, да, это я советую почитать Павлу Карль, «Восточный фронт». Да, «Восточный фронт», Том I, особенно Гитлер идет на восток, это уже о первом периоде войны. Там все это хорошо описывается. Далее, есть книга, называется «41-й год глазами немцев, деревянные кресты вместо железных». Это касаемо, это уже английский вот журналист писал, английский историк, который собирал вот письма, вот рассказывал немцев, потом посоветовал бы также почитать... Погоди, ну, ты, а о чем они пишут-то? Ну, вот о первых днях войны, о первых вот годах, вот о 41-м годе, про которые... Какое-то имя отношение к тому, насколько хорошо жили и советские люди бодрят Сталина. А ты про это, я думаю, конкретно про войну, ты имеешь в виду, ясно. Ну, тут я не знаю, тут опять-таки надо обращаться в статистику, ну, к статистическим справочникам, к справочникам тех лет, к примеру. Но я могу сказать еще, конечно, есть Мухин, «СССР, потерянный рай», Такая литература со ссылками, но там, конечно, Мухин, хорошо, Александр, время, Александр, время, я поставлю здесь плюс Скальду, почему, потому что Скальд все-таки приводит аргументы какие-то, Александр, либо не пытается как-то, плохо готов по теме на самом деле, пытаясь сослаться на то, что вот Антон, типа там, голословно говорит, сам при этом говоришь абсолютно так же голословно, это раз, а во-вторых, позицию Антона по поводу того, что люди не рассматривались как личности, использовались как мясо и как инструмент, ты никак не контраргументировал, потому что по факту, да, и в заключение этой темы хочу прочитать одну цитату, из чата подкинули, незачем говорить, что мы ни в коем случае не стремимся к замкнутому национализму и коммунизму, снятие блока, да, тем более европейская революция, должны были бы внести существенные изменения в наш хозяйственный план, сократив стадии его развития, сблизив их между собой, но когда эти события наступят, мы не знаем, и мы должны действовать так, чтобы удержаться окрепно при самом неблагоприятном, то есть самом медленном развитии европейской мировой революции. В случае действительного установления торговых сношений с капиталистическими странами, мы будем руководствоваться опять-таки характерными, ранее характеризованным ранее хозяйственным планом. Прокомментируй, пожалуйста, эту цитату, просит. Это кого просит? Тебя. Это чья цитата? Прокомментируй. Чья цитата? Прокомментируй. Нет, я понял. Это цитату человек сказал или от себя сейчас он что-то утверждает? Или это цитата Сталина? Цитата одного из правителей Советского Союза. Одного из правителей Советского Союза о том, что мы будем руководствоваться планом, да? Когда будем совершать мировую революцию. Так, ну, мировая революция. Насколько я понимаю, это было еще во времена Коминтерна, которую Сталин докрыл еще в 42-м, в 39-м уже Коминтерн не считал, а скорее всего, это слова Ленина, да? Ну, а что тут сказать? Да, мировая революция, будем исходить из плана, а что-то комментировать все понятно в целом. Согласен с этим, нет? На тот момент, ну, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, даже если нам, ну, да, что-то такого, да, в целом согласен, что-то такого. Окей, это цитата Троцкого. Хорошо, цитата Троцкого, это... Он не правитель, ты же сказал про правителя, он же не был правителем СССР, какого-то. Окей, ладно, переходим к следующей теме, уходим от Советского Союза. Я еще это... Приведу одну книгу, раз уж мы говорили про войну, да? Мемориал? Замечательно описывает жизнь советских граждан Леон Дегрель в своей книге «Русская компания» 41-45. А, я тоже хотел, кстати, ее вспомнить, но не стал. Да, хорошая книга, хорошо описывает советский быт, кстати, тоже Александр рекомендую тебя почитать. И переходим к следующей теме, европейская цивилизация, европейское общество, плюсы и минусы. Давай тогда, Антон, ты озвучь сначала, что является в твоем понимании европейской цивилизацией, европейским обществом, какие и почему там, ну, ты считаешь, что там есть плюсы. Начинаем. Хорошо. Что такое Европа, да, Евросоюз в целом? То есть это содружество государств, принимающих права человека, гражданские свободы, вот, свободу личности в первую очередь. То есть у этих государств, содружества этих государств, не существует границ между собой, члены того же самого Евросоюза, да, могут спокойно передвигаться, вот, у них свобода предпринимательства, в общем, свобода полная, свобода во всем. В искусстве, в творчестве, говори, что хочешь, делай, что хочешь. Но, конечно же, существуют определенные законы, да, которые не допускают общество, не допускают обществу скатиться обратно в тоталитаризм. То есть развитие культуры, цивилизации, все это строится на свободе личности. То есть если нет свободы, если нет гражданского общества, то общество не будет прогрессировать. То есть развитие науки будет, если не будет свободного общества, будет иметь какое-то только узкое начало. То есть оно будет целиком и полностью служить государству, как это было в Сапке, или как это было в той же самой цианал-социалистической Германии. То есть ты вправе заниматься всем, чем хочешь. Конечно, при либеральных ценностях полностью, да, у человека есть право также на деградацию. С этим я не согласен, потому что как-то нужно разграничать здоровых людей, да, от нездоровых. Я, конечно, понимаю то, что человек может свое право реализовывать, но нужно стремиться в этом обществе к тому, чтобы здоровые ценности выходили, да, на первый план. Это все зависит от качества пропаганды, от сторонников этих идей. Вот сейчас, допустим, если мы возьмем западное общество, да, оно прогрессивно развивается, но там есть свое место, то есть деградации, и к этому люди относятся, ну, как сказать, как к чему-то уходящему. То есть естественный отбор работает, здоровые прогрессируют, нездоровые деградируют, но в принципе никто никому не мешает. То есть если, допустим, ты хочешь деградировать, пожалуйста, там, если ты хочешь быть каким-то хипстером, есть специальные районы, ты там живешь, никому не мешаешь. То есть полная свобода. Люди сами организовываются, сами решают, как им жить, что им делать. Вот. И что касается ранней Европы, да, то, допустим, той же самой, там, больше, неважно где, всегда существовали, там, разные хартии вольности, то есть где человек имеет полное право, да, на восстание, то есть против своего царя. Если обществу не нравится их руководитель, они его спокойно меняют, там, проводят выборы, выдвигают нового кандидата. Спасибо, Антон. Время. Александр? Ну, в целом, да, понятно, что он говорил, там, как всегда, лозунги. Ну, вот смотрите, в прошлом году, это так, я говорю, хочу сказать о том, что выживает там сильнейший, наиболее приспособленный, да, приспособленный. В прошлом году в США или в позапрошлом рождаемость цветного населения превысила рождаемость белого населения. То есть рождаемость мигрантов превысила в целом рождаемость белого населения, это вот, если говорить о том, как позволяет западной ценности офигенно развиваться человеку, да, тоже Европу взять, ну, там, во Франции каждый четвертый, это вот не коренной жительство в целом. Понимаешь, природа просто коренного населения так-то особо и нету, рождаемость небольшая, если вот, как это говорит о белом населении, да, которое, ну, кончается, на самом деле, сейчас, на данный момент, белых женщин, способных рожать полтора процента от общего населения земли, это начало сказываться вот в последние как раз-таки годы. Да, в плане науки можно говорить, конечно, о каком-то прогрессе, я не спорю. Далее, если говорить о свободах, просто человек, наверное, не в курсе, что, например, в Германии, в сельском хозяйстве, как таковой свободы нет особо, там вообще жесткий план. Каждый фермер по закону обязан вступить в кооператив. Реализацией, реализацией продукции сельскохозяйственной занимается государственное предприятие. И это, я с этим согласен, абсолютно с этой политикой, так как сельское хозяйство это часть продовольственной безопасности. Если что-то пойдет не так, все просто начнутся с голодом, с голода. Это правильно, это опять-таки плюс плана, да, как такового. Далее, если говорить про США, то в 57-м году в ООН выступали с докладом о том, что в США потеряно 50% плодородных земель. Это все почему? Потому что при капиталистическом, да, таком вот, можно сказать, режиме, когда человек думает о своем капитале, для него главное высосить из плодородной земли как можно больше, купить другую землю и из нее тоже высосить. Капитал, капитал, капитал. о потребностях биосферы, о потребностях человечества капитал ведь не думает. Он думает только о том, как бы ему расшибиться. Ну, в целом, это вот такой контраргумент про пользу европейского общества. Далее, я бы хотел немного, у меня сколько минут еще осталось? Пару минут есть, нет, Миш? 30 секунд. Ну, Миш, вот, ну вот. Ну, хорошо, ты отмечай, да? Да, отмечай. Насчет сельского хозяйства и свободы, то есть, людей, да, в этом плане. Я хочу сказать так, что в той же самой Германии, да, к примеру, люди вправе поставить себе ветвенные мельницы, да, получать с них энергию и платить за энергию и за избыток энергии они будут получать деньги от государства. То есть, они это будут продавать. И с сельским хозяйством, я думаю, все там, точность, то же самое. Это что касается этого. Во-вторых, что касается США и плодородных земель. Знаешь, сейчас появилась такая вещь, как ГМО. ГМО – это замечательная вещь. Благодаря генной инженерии мы далеко шагнули вперед. То есть, нам сейчас не нужно столько поселок, как раньше. То есть, мы можем питаться геномодифицированными организмами и получать от этого большое удовольствие. Что касается плодородных земель. А что касается мигрантов, к примеру, в тех же Соединенных Штатах, там, знаешь, есть мексиканцы, коренные жители. То есть, есть целая куча привезенных туда когда-то давно негров, афроамериканцев. Ни для кого не секрет то, что афроамериканцы, мексиканцы, арабы, там, не знаю, те же самые азиатские народы, они плодятся очень хорошо, потому что они еще находятся на более отсталом уровне развития. Да, они члены этого общества и у них есть свое место в этом обществе. Вот. Это что касается мигрантов. Я не вижу в этом никакой проблемы, потому что, во-первых, если мы возьмем тот момент истории, когда та же самая Европа проводила свои войны, там, Штаты проводили какие-то свои войны, СССР проводила свои войны, но будем считать, что в СССР жили и белые люди тоже, да, а не только интернациональный сброд, да, так это самое назовем. Вот. А смысл в том, то, что сколько раньше людей гибло во время войны, столько сейчас белых людей, не уходит в небытие от мультикультурализма того же самого и от деградации, потому что люди, которые гибли в войнах, гибли от голода, это были белые люди тогда, если мы рассматриваем, то есть, ну, европейское население, да, то есть разницы большой нету и сейчас людей при мультикультурализме белых, уходит в небытие гораздо меньше, так что здесь переживать не нужно. Нужно наоборот делать ставку на то, что белые люди, они должны просто как бы сказать понятнее, улучшать себя и понимать суть проблемы. То есть, суть проблемы они не понимают почему, потому что есть толерантная пропаганда, есть определенные прорехи в образовании, то есть, где некоторые... Время, время. Александр? Александр, включай микрофон. Так, 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 да, да, да. Ну, опять-таки, я думаю, белый человек, чтобы как-то выйти из этой ситуации, он должен действовать коллективно, а не индивидуально. Когда он выйдет из этой ситуации, ну, ты, наверное, просто постеснялся это сказать, но, может, что-то другое, конечно, подразумевал. Но далее, если говорить опять-таки о Европе, я тут сделаю опять-таки немного назад шаг в историю. Вот, население от севера, да, вот, европейское, население от севера Руси, оно все-таки развивалось немного в других условиях, чем население юга, население пустыни и так далее. Дело в том, то, что в лесах северных была очень большая продуктивность биоцинозов. У нас было дофига там дичи, дофига всяких там рыбы там в реках, рек было больше, конечно же, лесов, вот, и, но у нас было мало людей, и поэтому мы ценили именно человека прежде всего, именно сплоченность людей, да, мы старались коллективно действовать всегда, чтобы преодолеть условия среды, отразить там атаки и так далее. Но если нам что-то не нравится, какие-то ущемления свобод или что-нибудь подобное, мы просто могли уйти там за 20 километров подальше поглубже в лес и отсесть там в другом месте и также жрать эту дичь и так далее. Мы жили в хороших условиях и поэтому мы не принимали эксплуатацию как таковую. И вся Европа жила так же. Если взять пустыню, то там ты там в пойме Нила развиваешься, если хочешь куда-то уйти, тебя не выживешь, тебе надо будет там сотни километров по пустыне идти. И что бы там ни случилось, какого бы там рабологический строй не начинался, ты не мог из-за этого уйти. Вот именно отсюда с пустыни и вышло вот это вот христианство, вот эта вот библейская концепция западная, которая распространилась на весь мир потом, в том числе на север Европы, да, германские страны, на славянские государства, там народы. Это чуждо европейскому обществу. Далее, если могу, хочу привести к примеру песни о Нибелунге, кто-нибудь, если из вас читал, это такой эпос германский, там как раз-таки описывается вот этот вот процесс, процесс интеграции, процесс экспансии вот этой вот библейской концепции, которая там с Рим распространялась на северные земли, и описывается быт вот этих вот северных племен, в частности, общность как таковая. Ведь саксонцы те же, они жили в целом, можно сказать, коммунизмом. У них был совет племен, союз племен, которыми они оборонялись от остальных народов, да, те же вот славяне, фактически там не было такого межличностного превосходства одних над другими. Тот же князь Святослав, да, он князь, князь, но когда он... Ладно, хорошо, Александр, время, плюс я, если честно, за три минуты так и не понял, какое отношение к тебе имеет. Я понял, к чему он клонит, я сейчас отвечу. Он говорит о том, что общество славян, каких-то языческих племен, я не знаю, тех же самых галатов, тех же самых кельтов, да, жили в общинном таком строе и так далее и тому подобное. То есть этот строй похож на коммунизм, пятое, десятое, то есть они друг друга взаимодействовали. То есть вот Александр здесь не понимает сути вопроса, что из себя представляет европейская цивилизация. Европа, это прежде всего, то есть античная Греция, это прежде всего Рим. Вот. И благодаря Риму, Римской империи, благодаря античному миру все эти племена варварские, в том числе и славяне, они стали оцивилизовываться. Ну вот, допустим, часть славянских поселений, да, там, Словакия и так далее и тому подобное, они смогли оккультуризоваться. Русские не смогли это сделать. По одной простой причине, потому что у нас здесь установилась диктатура христианства, которая не давала никакого прогресса обществу. Вот. Но европейское общество в дальнейшем, оно также было многодетным. Много людей умирало от болезней и так далее и тому подобное. Но исключительно Европа, она сформировалась в умеренной среде. То есть если мы возьмем тех же самых индусов каких-нибудь, да, полуазиатов, там, семитские расы, они жили в хороших условиях. Именно из-за этого они не смогли развиться. То есть из-за этого у них не получилось того, что получилось у Рима. То есть у них не было такой науки, у них не было философии и так далее и тому подобное. Потому что единственное, чем они занимались, это они добывали легко пищу, то есть питались там плодами из деревьев, да, охотились, еще чем-то, ловили рыбу. Вот. И в принципе больше они не парились. Им нужно было как-то прилагать усилия для того, чтобы выжить. Вот. Но европеец, у него было умеренное количество еды и было достаточно времени для того, чтобы развиваться, то есть как личность уже в дальнейшем. Вот. А интеллект формировался под воздействием негативной среды. То есть у нас усредненный климат, благодаря этому развилась цивилизация в странах Рима и так далее и тому подобное. И если бы Рим не завоевал всю Европу, то тогда бы никакой речи о цивилизации в Германии, во Франции, там, не знаю, в Чехии, где угодно, просто идти не могло. То есть нужно разделять. Эти племена, они были варварскими племенами. Цивилизацию принес Рим. И именно поэтому, кстати, эпоха Возрождения, она и начинается с того, что историки, там, археологи стали возводить античность по крупицам, по крупицам Рима, то есть и античной Греции. Ну, как бы, вот это ответ на этот вопрос. И такой небольшой аргумент, то, что с приходом христианства Рим пал, вот, и хочется сказать, что на пике рассвета цивилизации в Риме, там уже начинали делать операции на роговицу глаза. Но когда пришел христианский сброд, все, это закончилось. Детская смертность 90%, средняя продолжительность жизни стала 28 лет. А это, спасибо, Антон, армские племена, которые приняли христианство. Те же самые галаты и так далее, и тому подобное. Хорошо, спасибо, Антон. Антон, время. Александр? Так, ну, с позиции, конечно, своего оппонента по христианству я согласен. Так, далее, 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 да, то, что вся эта европейскость, она распространялась от Рима, да, согласен, но опять-таки, христианство, остальные страны, они, остальные государства, европейские, она тоже пошла от Рима. Понимаешь, то есть, христианство на Европу начало распространяться в тот период, когда Европа была под протекторатом Рима. Вот я про это хотел сказать. Далее, ну, что тут у меня еще аргументов-то особо и не осталось. А по теме? По теме? Ну, а тут, что темы высасывать из пальца? Он говорит, что вот эта европейская общность, он считает, она будет развивать в человеке генетический потенциал, человек в итоге там разовьется и станет сверхчеловеком, но, пожалуйста, Европа уже существует, я не знаю, сколько лет, а что-то где там сверхчеловек-то? Пока там я вижу теракты одни, арабы там бегают и все, или там они не могут элементарных проблем решить, там, под национальной валютой, да? Вот, взять, если как бы по конкретному вот Россию, да? У нас в России единая финансовая система еще при Иване Грозном появилась, да? единый язык тоже приводит Грозном, уже вполне решен, да? Единая метрическая система мер, да? Куча народов вместе проживают, да? Понимаешь, да, Европа вот в данный момент только пытается эти вопросы решить, в целом вот и все, а сверхъедем мы так и не видим, хотя и западное общество уже много лет, а видим бесконечные финансовые кризисы, видим там глобальные кризисы, экологические и так далее, вот это все продукт общества именно западного. Окей, все, хорошо, темы закрываем, по итогам темы, отрезать, это можно? Ну, по сути, о последней реплике сейчас было у вас по теме, и тут я вынужден поставить плюс Александру, почему? Потому что изначально Антон так и не пояснил, чем Европа способствует развитию, кроме как понятию гражданского общества, которое конкретно именно к Европе в целом-то и не привязано, по сути. Оно как бы есть, есть независимо от того, какая цивилизация. Окей, переходим к следующей теме, на основном эволюционизм, плюсы-минусы. Антон, плюсы. Ты мне не дал ответить. Антон, я же говорю, у нас последние реплики по теме были. Ну, ладно. Ну, а что сказать о национал-эволюционизме тогда? Плюсы? Плюсы национал-эволюционизма. Хотя бы столько такое, для начала я просто неплохо представляю. Он вначале объяснял, в пятиминутке первый. То есть, национал-эволюционизм – это технология по улучшению жизни общества. То есть, она не накладывает какие-то рамки, да, на человека. Если привести пример, то есть, можно понимать, что такое технология, да, вот, допустим, чайник, да, можно взять чайник, то есть, чайник кипятит воду. Он делает благо, человеку, то есть, убивает бактерии в воде, человек пьет чистую воду, не отравляется. Вот. Тем же самым, то есть, должен быть ценовой ценности для общества. То есть, по такому принципу он должен работать. То есть, допустим, исходя из научных данных, каких-то определенных фактов, подсчетов, то есть, в сферах разных, это могут быть социальные сферы, технологические сферы, там, общественные какие-то, еще что-то. То есть, мы опытным путем выявляем, то есть, как, какое действие влияет на развитие, жизни в нашем обществе, на технологии или еще что-то. Если, допустим, мы изобретаем автомобиль, нам удобно на нем передвигаться, то есть, мы это оставляем. Если, допустим, мы изобретаем наркотики, от которых люди умирают, но получают удовольствие, то право выбирать эти наркотики мы должны убрать в сторону, потому что это вредит обществу. Вот. То есть, вот вся суть. То есть, положительные какие-то разработки, законы, системы, мы оставляем, негативные мы отсекаем. И что хочется еще добавить, то, что национал-циализм не имеет под собой никаких законченных систем, то есть, всегда туда можно что-то добавить, то есть, всегда можно что-то новое туда внести, если это не противоречит основному мировоззрению, то есть, развитию, прогрессу, цивилизации. Вот. И что касается, допустим, того же самого сверхчеловека, нужно понимать, что сверхчеловек, это дело не одной тысячи лет, это дело десяти тысяч лет и двадцати тысяч лет, если человечество сможет еще выжить при этом. И не все, и не все люди смогут эволюционировать до того, да, положения. Потому что, допустим, если мы будем говорить о теории эволюции, да, касательно общего предка, там промежуточных каких-то звеньев эволюции, их не осталось. То есть, вот и чем-то таким должен стать человек, что-то вроде астрал-эпитемии, то есть, его не должно остаться в ночь, а может быть, он останется, как и некто из животного мира, да, который, ну, сейчас до сих пор существует на нашей планете. Окей, Александр, аргументы против? Ну, насколько я понял, тут как бы все понятно, человек, как бы, руководствуясь каким-то планом, будет просто отвергать все не нужно, так адекватно реагировать, что-то изобретать. Ну, понятно, да, это все банально и ясно в целом. Но я считаю, что в итоге на пути к развитию, при этом, допустим, план у человека прийти к состоянию сверхчеловека, да, я так понимаю, нужно будет отсекать все лишнее, что мешает на этом пути. Я правильно тебя понял, Антон? Да, да, да. Это в целом звучит довольно-таки адекватно, но, по сути, мы так и должны были жить всю свою жизнь, понимаешь? Всю историю человек, будучи адекватным, он должен был идти к этому, но человек вместо этого занимается полной ерундой. Опять-таки, я считаю, что именно из-за вот этого вот либеральной рыночной экономики и так далее, да, я считаю, что если человеку будет вот так вот все-таки адекватен, будет идти вот прям таким, отсекая все лишнее, то в конце концов он придет именно к иммунизму и придет именно к плану. Он поймет, что мы развиваемся в эту сторону, развиваемся во благо развития творческого потенциала, генетического потенциала, и при этом, как ты говоришь, нам еще нужно выжить. То есть мы должны думать о биосфере как таковой, потому что это колыбель человечества, мы здесь живем, мы здесь развиваемся, мы здесь растем. И то есть таким образом будет вырабатываться план, все лишнее будет отсекаться и подавляться в том числе. То есть если я, допустим, не хочу жить по вашему плану, а я хочу там построить Лас-Вегас, где мы будем играть в игры, короче, то все, ты это отсекаешь, это уже план. И в итоге мы придем к коммунистическому обществу, в котором человек станет сверхчеловеком, да, я за это, я так и вижу себя коммунизм, и так и вижу будущее. Антон, тебя по-разному называют, коммунистом тебя еще не называли, наверное, да? Ну да. Хорошо, Антон, отвечай, почему ты не коммунист и так далее. Ну, предупрежу сразу, у нас времени эфирного мало, остается, поэтому по последней реплике по теме и будем заканчивать. Я понял. Ну смотри, в чем суть. То есть удовольствие, оно как раз-таки нужно, а ты говоришь, что в твоем плане как бы это нужно отсечь, вот что, допустим, касается Лас-Вегаса, там стадионов, нет, это здорово. И, между прочим, если мы коснемся, опять же, античного мира, то в античном мире античный человек, он как раз-таки был близок к сверхчеловеку, потому что он умел использовать то есть те тексты, которые вокруг него, да, находятся себе в облом. Это были и разные языческие культы, это был и театр, то есть и музыка и все остальное. То есть свобода личности, она остается безграничной, то есть человек может развиваться. Музыка нисколько не портит человека, футбол там, я не знаю, не портит человека, если ему это приносит большое удовольствие, и он знает в этом свою меру. То есть никак, хоть и дикарь, там, а есть страна, пинает все время мяч, ворота больше ничего не делает. То есть человек должен осознанно подходить к своему пути. Так же и общество должно к этому подходить, то есть и государство. Вот в чем смысл. И почему я не коммунист? Потому что коммунизм нигде не был реализован, то есть в мире, без стилитаризма, без диктатуры. Если говорить того, почему люди не понимают там, то есть сути, да, нашей жизни, то есть сути наших стремлений, потому что человек сам по себе, то есть это ошибка. То есть человек это большое заблуждение. Вот как раз таки сам там националуционизм, теория сверхчеловека, она должна показывать человеку эту проблему. И то есть выход из этого, то есть выйти из этого амплуа человека. То есть изначально нужно начать с себя, то есть начать осознанно жить, то есть осознанно понимать, что происходит вокруг. И, кстати, нужно избавляться от стремления, то есть к диктатуре, потому что общество стремится к диктатуре, поскольку это животное общество. И вот именно поэтому, допустим, сейчас мы видим в той же самой Европе, да, проблемы с мигрантами, потому что туда приехали варвары. А совок, СССР, это варварская страна. Именно поэтому здесь все так. То есть здесь эти люди так не враждуют между собой, как, допустим, это видно в Европе, потому что человек-варвар и цивилизатор это две разные вещи. И когда варвар попадает в цивилизацию, он начинает ее уничтожать, потому что она ему чужда. И то же самое было в Риме. И как раз таки в Риме христианство распространялось именно из-за того, что варварами были как раз таки люди, получившие гражданство. То есть они получили гражданство, и с этого пошел упадок Рим. Вот основная суть. Именно поэтому человечество не может прийти к какому-то разумному решению, потому что оно еще до сих пор находится в животном состоянии и живет неосознанно. А мозгу всегда проще выбирать как бы там нечто ему удобное. Может быть, религия или идеология, да, или политическая система. спасибо, Антон. Время. Александр. Последняя реплика по теме. Я понял, понял. Последняя реплика. Ну, я в целом согласен о том, что человек должен быть осознанным, там жить должен осознанно. Все это правильно, и только в этом он разовьется в осознанности своей. Но опять-таки человек утверждает, что удовольствие они как-то этому способствуют. Но я тут, конечно, с этим не соглашусь, потому что гедонизм это гедонизм, и он с развитием ничего общего не имеет. К примеру, тот же опыт с мышами, когда электрод к мозгу мыши подсоединили, и она должна была нажимать на педальки, чтобы получать импульс, который доставлял удовольствие. Она нажимала до той поры, пока не сдохла нахер. Далее, опять-таки говоря, об удовольствиях я хотел сказать такое нужное, но забыл. Ну, в общем, гедонизм это гедонизм, он ни к чему хорошему не приводит. Вообще, психологи утверждают, конкретно Фрейд, утверждают, что стремление к удовольствию это стремление ощутить себя снова в лоне матери, когда тебя ничего не беспокоило, когда к тебе идет питание, ты в такой хорошей обстановке, ты чувствуешь себя защищенным. Но дело в том, что человек, родившись, он уже никогда не будет защищенным. Он должен преодолевать свои страхи, свои слабости, идти вперед и развиваться. И пока человек стремится к удовольствию и гедонизму, он не будет развиваться. Это стремление идти путем наименьшего сопротивления. Это как прийти в качалку и не повышать веса, а только, блин, там, я не знаю, пустой гриф качать или вообще не качать. Ты не разовьешь мышцу. Я хотел про это сказать. Ну, Европа это Европа, что ли? Совок это СССР, это СССР. Но, тем не менее, я считаю, что человек разойдется только в коммунистическом обществе, только в коммунистическом обществе, где нет эксплуатации, где нет гедонизма, навязываемого капиталистическим обществом. Когда человек избавится действительно от всего лишнего, от того, что удерживает его сознание от развития, отвлекает его внимание от цели, тогда, да, он разовьется. Когда человек будет заниматься удовлетворением своих демографических потребностей, а все свободное время будет определять на сохранение потенциала, он будет развиваться. Но если человек будет, помимо этого, удовлетворять кучу паразитических потребностей, которые нафиг ему не нужны, этот самый футбол, не знаю, алкоголь, там, я не знаю, побрякушки и прочая фигня, которая никак не способствует развитию человека, развитию личности, развитию генетического потенциала, он будет прозябать, вот так же, как сейчас мы прозябаем, и будет деградировать. Все. Хорошо, спасибо, Александр. Но я поставлю плюс Скальду. Почему? Потому что, во-первых, Скальд изначально поясним, что есть удовольствие, где деградация, есть удовольствие, которое деградация не ведет, это раз. Во-вторых, удовлетворение потребностей нисколько не противоречит развитию, потому что сама форма, ну, форма животного построена так, что животное получает удовольствие, когда оно следует своей программе. Вот и все. То есть, это вполне нормально для любого животного, в том числе для человека. Хотя, Антон это не озвучил, но всего аргументов Антона я могу сказать, что Александр был аргументом не опровергнул в итоге. Поэтому заканчиваем наш идеологический дебат на счете 3-1 в пользу Антона. Счет минус 1, Александр, потому что на 1 балл набрал, но получил 2 минуса. За то, что перебивал и перебивал меня. А теперь переходим к блоку вопросов из чата, проходимся быстренько по нему и будем заканчивать. Так что давайте долго не отвечаем. Что думают гости насчет вчерашней стрельбе в Мюнхене? Первый Антон. Ну что, я уже неоднократно по этому поводу выражался. Это война. Война между цивилизацией и варварами. Сейчас Европа это не та Европа, которая была раньше. Сейчас это Европа, которая находится отчасти под гнетом ливанской диктатуры, которая запрещает всячески, пытается замолчать имена, то есть религиозной принадлежности преступников. То есть это будет продолжаться до тех пор, пока люди не поймут суть проблемы, пока они не станут об этом говорить. Пока они не станут делать себе оружие, требовать от своего правительства разрешения на право носить свободное оружие в своей стране, потому что полиция их не может защитить. То есть когда они это сделают, уже будут шансы что-то исправить. Сейчас, то есть это везде она будет ухушаться, будут людей бивать больше, люди будут умирать тысячами, как в Сирии. То есть вот что я могу сказать. Но я хочу сказать, что большие перемены грядут в Европе, потому что если леваки будут дальше тиранить свой народ, они приведут право к власти. Это, допустим, видно сейчас по выборам в Австрии, где Хоппер выиграл, но его нечестным путем сняли. Вот сейчас будут перевыборы, посмотрим, что будет там дальше. Некоторые страны уже принимают законы, в той же самой Польше активно правое движение возрождается, в Чехии, Венгрии, то есть полно стран, которые понимают суть проблемы. Я думаю, что Евросоюз может распаться и образуется новая коалиция. Пока вот такие вот. Дальше будет по тому, как будет общество на это все реагировать. Хорошо. Александр, есть чем добавить? Ну, во-первых, теракт в Минкене, это теракт, вот стрельба в Минкене. Теракт, это не нацелен на то, чтобы там убить там 28 гражданских, убить там 15 гражданских, 100 гражданских. Он нацелен на то, чтобы об этом голосили СМИ и навязывали, распространяли страх. На это нацелен любой теракт, именно на глазку. И поэтому одна из один из методов помочь ситуации, это перестать оглашать широкого теракта. Потому что хорошо. Александр, вопросов много, давайте на коротке, пожалуйста, отвечайте. Что старанист думает насчет того, что сегодняшняя вата требует вернуть репрессии гулаги? Я не в курсе, что за сегодняшняя вата требует вернуть. Ватники, коммунисты хотят гулаги обратно и репрессии. Ты за, против? Я, например, гулаги. У нас как будто нет тюрьм, я не понимаю. У нас есть тюремная система, в чем проблема? Она есть. Также людей сажают за разные вещи, а в чем проблема, я не понимаю. Ну, окей, ладно. Мало сажают, наверное. Как старанисты относятся к тому, что КПРФ заявили, что когда они придут к власти, они оставят триковор? Только чего? Когда коммунисты придут к власти, они оставят триковор, так заявили КПРФ. Ну, КПРФ, это, мне, во-первых, пофигу, на символы, флаги как таковые, да? Чего они огромного значения прям не являют? Но КПРФ, я лично считаю, что они отступили, да, от пролетариата, от христианства, как такового. Они целые. Ну, да, КПРФ, мелкобуржуазная партия. Да, 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 это фигня вообще, даже не стоит рассматривать. Хорошо. Вопрос к Кальду. Какие социальные классы вам планируют еще влядь, а какие поощрять? Какие? Хорошо. Если к власти придут коммунисты, вернут ли они обязательные работы на колхозе? Обязательные работы на колхозе? Ну, да, нет. Это, конечно, вопрос из разряда «Пай мама знает, что ты гей?» Ответь мне, да, или нет. Ну, вернут или нет, я не знаю, обязательно работы. Обязательные работы, обязательные работы. Думаю, статью за тунеядцев ведут, я вот так вот скажу. Хорошо. Как Скат оценивает уровень свобод в Западной Европе современной? Нужно процентное соотношение? Мне кажется, свобод там много, с исключением тех вещей, которые ограничивают общество к тому, чтобы оно скатилось обратно в диктатуру. Вопрос в том, что если мы видим какие-то проблемы в Европе, то они заключаются в наложении, то есть отпечатке пропаганды толерантности на население, которое просто не видят в сути проблемы, они никто не говорит, то есть людям ставят другую прошивку изначально, начиная с образования и так далее, и тому подобное, они просто не видят в сути проблемы. Но европейское общество, оно, если будет так дальше поступать, то вероятнее всего под гнетом насилия, оно опять придет к прежним убеждениям и закроет границу для людей, споведующих самую мирную религию на Земле. Просто вопрос в том, что люди не видят проблем, поэтому они могут самоорганизоваться, но я хочу сказать, что у них очень много свобод в плане того, что они имеют полное право выражать мнение относительно проблем в социальной жизни, мы можем заметить, когда у них возрастало топливо, то люди просто не выходили на работу, они садились за руль автомобилей, то есть социальный протест у них на высоком уровне, но у них сейчас самая главная проблема это то есть религиозный терроризм. Им нужно запретить религию, решить этот вопрос, тогда все будет нормально. Хорошо. Вопрос к Каде, гипотетически в скобках. В каких случаях армия его стороны должна совершать военную интервенцию в другую страну? Ну, если только эта страна на тебя напала. Хорошо. Вопрос к старинисту. Какие у него претензии к Степану Бандере? Ну, тему, конечно, Степана Бандеры я особо не изучал, честно, мне она неинтересна. Ну, какие претензии? Для меня, как для коммуниста, конечно, есть претензии, что он воевал против коммунистов. Вот и все. Хорошо. Окей, вопрос к старинисту. Когда началась Вторая мировая война? Ну, Вторая мировая война, как это когда? В 1939-ом она началась. Хорошо. Вопрос, что мы не дождались. Что старинист думает про Катынский расстрел? Про Катынский расстрел? О том, что якобы товарищи коммунисты, ну, НВДшники расстреляли поляков? Это, да. Про этот расстрел? Ну, я думаю... Да, да, он самый. Ну, я думаю, что это все-таки дело не коммуниста, это вообще лажа, потому что не было необходимости. И второе, я бы напомнил, что поляки голодом замарили 500 тысяч красноармитцев. После вот, как раз, когда была гражданская война, польская компания во время гражданской войны, да, когда вот Троцкий шел на Варшаву, а Сталин шел на Львов. Вот после этого... Александр, окей, ты, как ты считаешь, правильно ли спекулировать на лозунки интернациональной помощи в целях агрессии и ограбления богатств других стран, даже если ты провозглашаешь там борьбу за коммунизм против капитализма? В целях ограбления других стран? Ну, я понял, походу, человек имеет в виду ввоз гуманитарной помощи, раздачу ее бесплатную, чтобы при этом местные производители банкротились, да? Нет, это и военная интервенция. Когда там, типа, ущемляют рабочий класс, мы едем им помогать рабочему классу против капиталистов? Нет, военную интервенцию я как бы осуждаю в этом плане. Проще, конечно, поддерживать. Хорошо. Как ты относишься к операции Висла и принудительной депортации украинцев? Операция Висла и принудительной депортации украинцев? Ну, вот, мне следом признаться, но я про такую операцию даже не слышал, если поподробнее я могу вам сказать свое отношение к этому. Если украинцы, если украинцы, если украинцы, если украинцы, депортация, так же, как у крымских катаров с немцами, то вполне себе нормально отношусь. Окей. Как ты относишься к смешанным бракам? К смешанным бракам? Тут, конечно, надо изучать этот вопрос. Потому что, если смешанные браки все-таки ведут к деградации, то, конечно, плохо. Если смешанные браки не ведут к деградации, то в порядке вещей. Вот и все. Хорошо. Как относишься к алкоголю и сигаретам? Я не пью, абсолютно алкоголь не употребляю, не курю, и я отношусь к ним крайне негативно. Окей. Если плохо, то почему Сталин не запретил их в производстве? Ну, опять-таки, тогда особо Сталин не рулил до 1940 года. Далее Сталину же надо как-то справляться с управлением, а запрет на алкоголь тоже мог привести к плачевным вот этим вещам. А управление не терять нельзя в любом случае. Хорошо, спасибо. Все, блок вопросов закончился, я проанонсирую следующие эфиры. Завтра, скорее всего, мы таки послушаем Алиас Керва, исламиста-игивовца, креациониста-таухида против Романа Железного национального рационалиста. 30-го числа мы услышим Евгения Вольнова против Антона Райвского. Антон Райвский такой черносотенец, монархист, фашист, который воевал за Новороссию, а Евгений Вольнов это такой пранкер, который за Украину. 6-го августа мы услышим Павла Градова, который является админом паблика Реконкиста, против Германа Ахмедшина, который является большевиком, ленинцем, бандеровцем и сторонником политического ислама одновременно. Каким образом это совмещает, я не знаю, но мы послушаем, я думаю. Если, ну, итогов еще нашего эфира текущего, это 3-1 в пользу Антона Скальда, вы можете оставить свои аргументы в пользу одного из наших гостей по ссылке, которую размещу в группе вместе с записью и именно уникальный аргумент, именно адекватный, развернутый, будет считаться как голос в пользу одного из участников. Таким образом, вы легко можете перевомить счет в пользу, например, Александра или сильнее усилить счет Антона Скальда и завтра 19.00 я опубликую результаты. Все, на этом будем заканчивать, друзья. Спасибо вам за участие. Субрава, удачи. Все, до новых встреч.